Привет! Это вторая часть обзора на скетчбок 2017 года. Первую часть вы сможете найти в подсказке или в описании. А перед началом хочу посоветовать вам канал Раканы Рудхи. Девушка уже прилично прокачала свой стиль рисования и продолжает развиваться в этом же направлении на глазах у зрителей. На своем пути она делится находками и фишечками, с помощью которых ей удается прогрессировать в творчестве. Кисти, художники, которые ее вдохновляют, отдых от рисования рисованием, кстати, одобряю такой подход, где брать референции, придравы своих работ, фонартики и многое другое на канале Раканы Рудхи. Ссылка в описании, а мы врубаем вторую часть. Лаура в стиле времени приключений, мне кажется, даже ленивый, хотя бы раз пробовал рисовать в стиле времени приключений, потому что это легко. Это когда-то адоптов продала, рублей за 300 вроде, ну что-то такое. Гравити Фулс, ну норм. Аниме какое-то, ну аниме, аниме Тим Бёртон. Тим Бёртон получился самым отстойным, потому что воровать с трупа невесты это уже... Это был мой... Вот. Я вырежу огромную паузу, когда я это вспоминала. Это был мой витон даже в те времена. И Дисней, ну просто Дисней воровать с русалочки топ за свои деньги. Мой стиль, это не мой стиль, ну ладно. Гориллаз, окей. Ещё время приключений, потому что это забавно. О, с этого момента я начала угорать по ангелодемонской тематике. Возможно, из-за сверхъестественного, но это не точно. Возможно, я начала читать небесную кампанию. Возможно, из-за этого, но не факт. Короче, это злой демон, милый... Точнее... Злой ангел, милый демон, кто бы сомневался. Этот персонаж выглядит странно, но из-за этого привлекает меня. О, Лур, привет. Именно здесь это рисовалось, как мейл-версия Лауры. Но потом я забила хрен, и это переросло в брата. Тут он мне нравится ещё больше, но мне кажется, что эти звёздочки точно у кого-то подтыряны. То ли у кого-то был персонаж, типа мужик с гетерами в звёздочку. Чё-то такое. Точно у кого-то это было. Персонажка типа природы. У меня где-то была полноценка с ней и ещё какой-то девкой. Вроде норм, но на самом деле ничего необычного. Вот Вик плюс Крейг. Это я, видимо, начала смотреть Саус Парк. Я, кстати, его досмотрела. Кайф, мне нравится. Особенно серия при Яой, но кто бы сомневался. Гармония, хаос. Видимо, мне нравятся такие общие понятия, типа как семь смертных грехов, гармония, хаос, ангелы, демоны. Знаете, такое прикольно, прикольно. Типа человеки отстой. Какие-то просто девки, ничего интересного. Фига. Я своровала у мамы эту, как её, брошюру про буллинг или про что-то в таком духе. И там были очень красивые иллюстрации, поэтому я наклеила их сюда. Это... Это ещё были времена, когда я рисовала пальцем на планшете. А поскольку у Мэдибанга нет такого стандартного автосохранения, как есть в Procreate, там надо нажать кнопку, и тогда оно сохранится. И мой планшет вырубился, и это всё никуда не ушло, и было обидно. Я даже вот поплакала чуть-чуть. Ну, не поплакала, а позлилась на эту работу. Это довольно мило. Мне даже нравится этот квадратик, которым я, скорее всего, закрыла что-то неудачное. А возможно, я так сразу и задумывала. Тут и цвета повеселее, ну, поспокойнее. И тут я уже явно была покрашена. Это видно. Это, кстати, был мой самый первый покрас. Большая башка, но в целом очень даже норм. Это, кстати, реальная кофточка, у меня такая есть. Пошла эра комиксов. Она, кстати, быстро закончилась, потому что комиксы это... Не то, чтобы у меня не хватает фантазии, это просто запарно. Мне нужен 140-й маркер. Блин, где же он нашёл? А, оно вот... Оно как манго. Я же читала манго в те времена. Где же он нашла? Ну, короче, просто их очень сложно искать в этой огромной кобуре. Сейчас покажу. Вот. Их тут 80 штук. Они занимают весь мой скетчбук. Я заказала их на Алике за 100... Ой, фу, 100. За 47 долларов. У Лемионы, которая сейчас называется по-другому, как раз вот-вот-вот-вот-вот, недавно вышел обзор. Ну, как не обзор, а SpeedPaint. И она рассказывала про маркеры, которые заказала на Амазоне примерно за такую же стоимость. Так что дешёвые маркеры Каев. Всем советую. Девки цветными ручками. Вообще, цветные ручки топ-тема за свои деньги, потому что выглядят всегда бомбезно. И я тогда очень активно смотрела Дору, кажется, не помню. Какую-то обзорщицу скетчбука. И она любила рисовать цветными ручками. Короче, просто я вдохновилась этой идеей, и всё. О, этот маскоголовый. Как его? Ларри хренали, хлебали. И как его? Этот, Салли кромсали, и Ларри отхлебали. Точно. Мне нравится... Нравился первый эпизод, но дальше пошла какая-то жизнь жестянская. И на самом деле, из-за плохого конца я не хочу пересматривать всё заново. О! Аватарка группы. И аватарка канала. Это святое. Это, видимо, его только за рождение, потому что второй арт тоже часто, ну, много гулял везде. На самом деле, его первоначальной фишкой было отсутствие стандартных кошачьих черт. Типа, у него нет вот этих утиков. Ну, не утиков, а как разделение морды пополам. Вот, у него обычный рот. И я раньше ему рисовала, ну, человеческие брови. И это, на самом деле, крутая фишка. Я, мне кажется, зря от неё отказалась в угоду кружочков. Ну, возможно, иногда просто забываю их рисовать, но на самом деле это очень прикольно. Эта девка похожа на девку из Life is Stranger. Возможно, это она и есть, а возможно, это просто какой-то суперстандартный образ, и так попало. Это какая-то рандом девка. Тут работы намного круче, чем в первом. Поэтому тут я уже точно что-то наберу. Кот в сапогах. Очень, кстати, прикольно стилизированный, мне нравится. Тут есть куча работ, которых не видно из-за того, что они не залайнены, но они очень крутые. Я помню, моей подруге пришёл заказ на рисование иллюстраций для книжки. Но она не профи была. И это был, типа, заказ от какой-то знакомой, которая хотела нарисовать, точнее, распечатать книжку своих стишков для, там, дочки, шмочки, ну, что-то типа такое. Не суперсерьёзное. И, скажем так, мне нравились её вариации, но они мне казались недостаточно экспрессивными. И тут были мои некоторые варианты. Какой-то код, какая-то... Блин, жалко, что эту девку не видно, она на самом деле довольно неплоха. О, мои попытки рисовать поднятый ракурс. Я правила его в последнем исправлении работы, так что можете посмотреть. Я, кстати, сразу извиняюсь, если громкость голоса будет чуть-чуть варьироваться, потому что иногда я наклоняюсь к скетчбуку, иногда я что-то ещё делаю. Из-за этого я бегаю вокруг телефона, который здесь у меня выступает микрофоном. Так что, сорянчик. Мне нравится и бабушка с уйчими... уйчими зайчиками. Уйчими зайчиками. С зайчими ушками. И собака довольно милая. Очень милая, на самом деле. Ну, и девка просто норм. Норм девка. Ещё коты Илониан. Он сразу был Илониан. Разве? Нет. Не может такого быть. Он как-то слишком рано здесь Илониан. Наверное, подписала это позже. И лайнила это позже, потому что, на самом деле, я... Не знала, как его будут звать, потому что свой ник я, насколько я помню, в это время ещё не придумала. А как я придумала свой ник, надо будет записать отдельный видос. Это было очень тупо. Перцамока милая, но она редко появляется в моих видео и вообще в моих рисунках. Хотя, на самом деле, я тоже её люблю. Санши, какие-то попытки. О, Сирша. Один из вариантов моего никнейма. Но, нет. Девка Сирша. Честно, я была очень низкого мнения о себе. Хотя, ну, это неплохо. На самом деле, у меня, правда, были такие очки раньше. Но, мэээ. Не прикольно. Это дизайны моей, типа, логотипа или... Ну, не логотипа, а иконочки. Но, на самом деле, просто... Потом я в итоге просто взяла его мордочку. О, ещё персонажи. Это довольно мило. Это Сирша и Санши. В итоге я просто переделала это всё в ещё одних персонажей, как я люблю. Мне нравится её пояс. На самом деле, если из этого пояса сделать черепа, на которые эта штука чуть-чуть похожа, то вообще бомбезно. Мне нравятся мои образы. И по этим силуэтам Сирша выглядит очень бомбезно. Мне всё нравится здесь, кроме, наверное, вот этого. Какие-то образы для Сирши и Санши. Ну, вот это норм. Всё остальное не норм. Это Микаса. Типа, я не уверена, что это задумывалось как Микаса, но это чёртовая Микаса. Вы меня не переубедите. Ещё. Ещё. Вот эта фигня, которая мне нравится. Это норм, но слишком банально. Это я могу поклясться, что это Хацунэмику. И это, наверное, тоже, потому что у меня был какой-то спад любви к ней. Но сейчас это прям начало любви к ней. Так что тут, наверное, она ещё попадётся. Это Вистерия. Я её придумала, когда посмотрела какой-то клип Вокалоидов, который назывался Вистерия. Вот это да. Но это какое-то растение или чё-то в таком духе. Тоже хороший клип. Слушайте, Вокалоидов, они классные. Сирша Санши. Какой-то чё-то с крыльями вместо рук. Это прикольно, а это так себе. В Вистерии не идут такие образы. Мне больше нравится представлять её такой супер-хломотницей. Если такое слово вообще есть. Чёрт. Я понимаю, что это выглядит как зайчиха. Ну, как бы, это рисовалось как дизайн для зайчихи для Леди Баг. Просто потому что могу. Но вот сейчас она выглядит как персонажка из манги по моей Геройской Академии. Типа, это буквально... Они очень похожи. Ну, почему-то мне сейчас так кажется. Это немного похоже на дизайн времени приключений. Но, по сути, любые простенькие дизайны можно свести к тому, что... О, дизайн как времени приключений. Это перцемолка, которую чуть-чуть помотала жизнь. Вот это мило. Вот это... Так себе. О, это я пытаюсь рисовать падение. Но с крыльями всё плохо. Это скорее больше похоже на какие-то цепи. Ну, то есть, никакой анатомии здесь нет. Падает она забавно. Наряд у неё так себе. А то, что она спотыкается об камушек котик, это очень мило. Мне надо начать воровать дизайны у себя прошлой. На самом деле, это тоже мне нравится. Конечно, бантики банальненько, но вот эта штука мне нравится. Я вообще любила очень тематику галстуков. Хотя сейчас больше пересела на бантики. Но галстуки всё равно очень крутые. Ещё какая-то персонажка, которая, мне кажется, где-то ещё увидится. Потому что я сделала из неё персонажку точно. У меня есть и эта тоже персонажка. Короче, я найду рев их четырёх. Ещё какие-то дизайны шмоток, как я люблю. Банальщина, банальщина. Такое себе, такое себе банальщина. Окей, ничего интересного. Мне почему-то раньше очень нравилась эта страница. Она выглядит такой законченной. Это дизайн школьной формы. Он, конечно, ну типа для выдуманных персонажей, но всё равно забавный. Плавательная. Мне нравится это разделение по груди. Выглядит прикольно. Супер обычная форма. Ничего удивительного. Ещё какая-то другая вид формы. Мне всегда нравилась, как это сказать, тематика иерархии в школе. Знаете, что есть типа обычная челядь в виде людей, ну просто учеников. Есть там школьный совет. Вот эта вся тематика иерархии. Она очень крутая. Я недавно посмотрела аниме Безумный Зарт. Там это было очень хорошо показано. Ну и в целом это очень круто. То есть это, конечно, супер нечестно зачастую. Ну и даёт тебе привилегии и всё такое. Иногда. Ну, короче, это просто прикольно. Всё, окей. Потому что в наших школах ничего подобного зачастую нету. Ну, по крайней мере, там, где я училась и в моих окрестностях. Это попытка в мужскую версию вот этой странички, типа, для мальчиков. Но, честно говоря, всё отстой. Бантики такое себе, плавание, ну, кто бы удивился. Это просто труханы. Ну, это норм. Это я люблю. Эту позу я люблю. Люблю гопников. Их... Ну как, не люблю гопников. Но тема с вот этими приседаниями на корточке очень забавная. Чё-то в очках. Чё-то с уехавшими глазами куда-то до уровня щёк. А, это я рисовала клубникой. Кстати, клубника уже появилась. Всем привет. Я ела очень невкусно. Надо ждать дольше. Чё-то, 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 шапка. Шапка и глаза поверх шапки. Прикольно. Так себе, так себе клубника. Норм. Ну, как норм. Не прям норм-норм. Но, в целом, норм. Такое норм... Эл Джернан. На имена у меня тоже была какая-то отдельная любовь. Типа, называть максимально по-дебильному. Ну, не по-дебильному, но... Типа, оригинально, чтобы не переборщить. Но зачастую я явно переборщивала. Пернегуль. А потом я говорю, что я не переборщивала с именами. Это пернегуль. Я даже не знаю, где тут ставить... Ээээ... Ударение. Пернегуль. Пернегуль. Звучит так, будто это было бы идеальное имя для этого. Для токийского гуля. Чтобы гули были пернегули. Ладно. Это пернегуль. Она девка. Всё. Я больше ничего о ней не знаю. Я даже не хочу читать. Это. Хунка. Перцемолки. Но я бы в жизни не назвала её пернегуль. Это какой-то кошмар. Это ещё дизайн перцемолки. Явно. Которая кошка в очках, если кто-то забыл. Норм. Когда она секси, она мне нравится больше. А так, типа... О, господи, как много текста. Это... Люблю такие надписи. Какой-то перс. Я в жизни не вспомню, кто это. Потому что, ну, блин, вы чё, долбанулись. У меня столько историй было. Ещё шмотки. Это началась эра рисования квадратных горов. Горов. Голов. Так рисовать довольно удобно. Но всех это очень, типа, напрягает. Ты потом из квадратной головы делаешь кругу. И всё становится окей. Так себе, так себе. Ну, хотя... Не-е-е-е. Так себе, так себе. Не-е-е-е. Не-е-е-е-е-е-е. Нормаз. Ну, короче, всё. Ну, вот это ничего. Всё остальное... Мя. Шмотки... Зато я очень много рисовала шмотки. Возможно, чё-то я себе в голову и понавыбивала. Но в целом... Много плохих попыток. Ещё шмотки. Так себе, так себе, так себе, так себе. Не-е-е. Не-е-е-е. Сложно. Они какие-то все одинаково никакие. Они все какие-то скучные. Мя. О, Лаура Заболевшая краснухой походу Я хотела, знаете, это был перерыв Явно после этой странички Я хотела вот сейчас Как нарисую, чтобы был такой огромный Типа, чтобы была такая огромная разница Между вот этим и вот этим А получилось вот это Ну, руки чуть получше Но все остальное А таз полный Выглядит, кстати, вот это Вообще не как я рисовала Как-то слишком адекватно Карандаши, конечно, всегда Легче карандашами передать Какую-то такую приятную Традициональность традиционных работ Но все равно Так себе Прикольно, но не прям, чтобы очень И, видимо, мы подходим к концу Потому что я открываю последнюю страницу Которая не открывается Потому что этот скотч липнет Окей Было немного АСМР Наверное Девка Девка Окей, девка Класс Мы закончим просто на девке Че? Все? Че тут? Че-то есть Наклейки на ногти Скорее всего, ворованные Я не уверена Возможно Че тут еще? О, много на самом деле Офига Это на день Валентина Подруга подарила мне Эту штуку Я не знаю Возможно, это пыталась нарисовать меня По надписи Саня Мы делаем вид, что Вывод, что это я Это Сану Бум И их очень трагичная история Че тут еще? Ща О Это другая девочка Из той же школы, в которой я училась Саша Любовь от Леры А А это тогда Я думала, это от Леры Окей, ладно Это Выглядит неплохо Я даже когда-то фоткала ее себе в набросок Просто потому, что это прикольно Так, че тут еще? Последний чувак, который не вместился в загнутую страничку Которую я заклеила этими чуваками И все Конец Зиент Абсолютный Теперь Мои скетчбуки закончились Я так и не рассказала ничего про их обложку Это я-то, наверное А это Юри На льду Все Обзор обложки закончился На самом деле, сейчас Я веду Извините, что я говорю Задом Я веду еще скетчбук Но он более новый А я сейчас вообще не рисую в традежке Так что Меня хватит только на то, чтобы обозреть красивую обложку Типа, посмотрите, она же реально красивая Тут Баку Го Виктор Девки из Алиэкспресса Котики из какого-то феста Я не помню Какой-то фест Арт-фест Киев-фест Какой-то фест, короче Не помню Там собирались художники Продавали наклейки Вот Котик из Алиэкспресса Девка из Алиэкспресса Все Теперь точно все Можем прощаться Потому что В таком ракурсе Я больше не знаю, что обозревать Дайте что-нибудь положу А то как-то пусто Увидимся в следующих видео Уже в более стандартной атмосфере Спидпейнтов на компе И надеюсь, вам понравилось Это все Обозревание моих старых работ И еще услышимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!